В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 7 мая во дворах ветеранов было оживленно. Свой подарок участникам Великой Отечественной войны сделали работники предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они благоустраивали их преддомовую территорию, очищали двор от прошлогодней листвы, сорной травы, высаживали деревья и цветы. В акции участвовали работники управления жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники иного благоустройства и волонтеры. Как признаются сами ветераны, получать такое внимание очень приятно, а обновленный вид перед окном будет радовать взор. Такой порядок навели во всех дворах, где живут ветераны. Силами коммунальных служб города сегодня высажены деревья, высажены цветы и установлены юбилейные таблички с надписями «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». В основном сажают рябину как символ, наверное, красной звезды в виде красных ягод рябины, символизирующей, может быть, нашу победу. Цель сегодняшней акции, конечно, в том, чтобы наши ветераны чувствовали заботу о себе, чувствовали внимание и еще, наверное, как символ того, чтобы все окружающие, мы еще раз обратили внимание на то, что здесь живет ветеран. 9 мая – это время чествования ветеранов всех тех, благодаря кому 75 лет назад наша страна вышла победительницей из кровопролитной и страшной войны. С каждым годом живых свидетелей тех дней остается все меньше. 7 мая волонтеры вручили подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны. В 1941 году Анастасии Плотниковой было всего 9 лет, но увидеть и испытать ей пришлось многое. Три года войны в окопах. Потом в концлагерь угнали всю семью. Мама в лесу работала, пилила, а я… Мне было 9 лет, куда война началась. В 1943 году выгнали немцев со Старинграда и нас отбили. Я была в Острогорске. На кирпичном заводе жили. Жили на каменном полу. Была солома постельная. Мы там спали. У меня пятеро у нас у мамы было. А нас, малые, держали всех в казарме. С собаками. С собаками давали хлеба кусочек. Вот коробка, спичек. Вот такой кусочек хлеба давали раз в сутки. И варили суп, похлебку. Вот картошка не мыта, капуста гнилая не обрезана. Так вот все-все гнилое кормили нас. Вот туда нас везли. Отбили солдаты нас. Забрали нас. Посидели в телеге и повезли за 100 километров. Вот туда. В тыл. Нас люди не пускали в дом. Мы такие были страшные. Приятным событием запомнится этот день и для супругов портных. Григорий Михайлович – ветеран войны. Служил с 1944 года. Александра Афанасьевна – труженица тыла. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, супруги стараются не унывать, вести активный образ жизни. Самое главное – здоровье, отмечают ветераны. Его они пожелали и семьи на улице. Акция «Поем двором» прошла во всех уголках России 8 и 9 мая. Ровно в 19 часов 8 мая каждый желающий мог присоединиться к всероссийской акции. Организаторами стали работники культуры. В нашем городе поющими площадками стали три двора. Жильцы многоквартирных домов по улице Советской не просто пели из окон своих квартир. Многие вышли с транспарантами и портретами своих победителей во двор. «Катюша», «День Победы», «Синий платочек», «В землянке» – эти песни в этот день звучали особенно пронзительно и трогательно. Спустя полчаса мелодии военных лет звучали во дворе домов номер 52, 52, 1, 54 и 54, 1 по улице Победы. Участниками вокального флэш-моба стали и жители микрорайона «Южный». Здесь под аккомпанемент баяна звучали смуглянка, три танкиста и другие любимые и знакомые с детства мотивы. К акции присоединились и два сельских поселения. Жители Шудека собрались у памятника вблизи клуба и исполнили песни о войне. Жители Истяка вышли при полном параде. Выглаженные гимнастерки и пилотки на участниках небольшого концерта придавали ему особый колорит. Акция продолжилась и на следующий день. 9 мая ее участниками стали сотрудники Дворца молодежи и жители улицы Некрасова. Знакомые с детства мелодии песни военных лет объединили всех. Сегодня мы проводим акцию по улице Некрасова 23, поем всем известные нам песни о войне. И таким образом хотелось бы, конечно, чтобы наши жители нашего города вновь вспомнили об этом великом празднике. Ну, конечно, никому, я думаю, забыть об этом никогда не удастся, но какое-то настроение создать праздничное мы сегодня, я думаю, сможем. Для жителей нашего города, я думаю, такие мероприятия должны быть интересны. Я думаю, что в нашем городе живут настоящие патриоты. Патриотическая акция «Окны Победы» прошла в нашем районе в рамках празднования 75-й годовщины Победы. По условиям акции каждый желающий мог украсить окно своего дома рисунками и аппликациями. Участником акции стала и семья Ткачук. Ане всего 9 лет, она ученица 2-го класса школы номер 4. Вместе с мамой при помощи красок они постарались передать праздничное настроение. Эта идея появилась, потом еще появилось к ней рисовать, и мне уже понравилось это рисовать, потому что это рисуется очень легко, и легко оно рисуется. И мне очень-очень понравилось так рисовать. Помогала мама рисовать самолет. Я рисовала самолет и небо, а она помогала там самолет на заднем плане рисовать. Вот, а рисовали мы гуашью. Наши самолеты сильнее всего, потому что мы хотим помнить этот праздник 9 мая, когда кончилась война. Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в минувшую субботу прошло во всех уголках нашей страны. Таким День Победы не был еще никогда. Впервые за всю историю праздник проходит не на больших площадях, а под окнами ветеранов. О том, каким запомнится 9 мая 2020 года, далее в нашем эфире. Торжественные мероприятия традиционно начались на центральной площади города. Однако в это утро вблизи монумента боевой и трудовой славы было непривычно тихо. Ровно в 8 утра здесь состоялось возложение венков к вечному огню. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. 10 940 человек ушли на войну из Янаульского района. 7 359 из них не вернулись. Остались на половях сражений. Конечно же, война не дошла до нас, до нашей территории. Но наши бабушки, дедушки, наши старшие товарищи здесь, не покладая рук, трудились воимой победы в тылу. Поднимали нашу страну после военного времени, после разрухи военной. За это им огромное спасибо и низкий поклон. Его грудь увешана медалями и орденами. Несмотря на свой весьма солидный возраст, а в этом году ветерану исполнилось 96 лет, Катив Гореев находится в бодром расположении духом. Младший лейтенант Катив Гореевич воевал на Первом Украинском фронте. Награжден орденом Отечественной войны, первой степени, орденом Красной звезды и многими медалями. Импровизированные концерты во дворах для ветеранов стали приятным событием как для самих виновников торжества, так и для их соседей. И дотронулись до самого сердца. ПЕСНЯ 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 Почему? Потому что война с нашей стороны была справедливая. Тем временем гостей на балконе своего дома в окружении близких встречала Анастасия Плотникова. В 1942 году ее семья попала в плен. Анастасия Ивановна награждена многими медалями, присвоена звание ветерана труда. С праздником ее в этот день также поздравил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Работники культуры подготовили художественные номера. Субтитры делал DimaTorzok Свой 94-й день рождения в этом году отметил ветеран войны Герфан Якупов. Сегодня он встречает победный май в окружении своих детей. Герфан Нугуманович награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалями. Он, как и все ветераны, получил теплые поздравления и подарки от партии «Единая Россия» и предпринимателей Янаульского района. Герфан Нугуманович, вы великий человек, человек великого поколения. Отслужили практически 10 лет, прошли все в горести войны, увидели и теряли своих близких, друзей. В послевоенное время поднимали нашу страну. Мы склоняем низкую голову перед вами. Спасибо за то, что нынешнее поколение сегодня может еще услышать из первых уст про ужасы войны. Следующей точкой праздничного маршрута стала деревня Байгузина. Здесь живет ветеран войны Равгат Магазов. Гостей Равгат Султангаревич встречал у ворот своего дома. Во время войны он служил в 117-м стрелковом полку, был пулеметчиком. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалями. В этот день ветеран поделился своими воспоминаниями и поблагодарил всех тех, кто пришел его поздравить. Сразу после поездки в Байгузинское сельское поселение глава администрации района Ильшат Вазегатов вернулся в рабочий кабинет. Для того, чтобы лично поздравить ветеранов по телефону. Благодаря современным технологиям с одним из них, Тагиром Мухамедшиным, ему удалось даже увидеться. «Александра Афанасьевна!» «Зуррахмата Жигызге!» Я вас с Днём Победы поздравляю, Александра Афанасьевна. Александр Акзамович, мы очень рады, 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 что вы вчера побывали у нас, но не хватает общения. Григорий Михайлович, спасибо. Он говорит, я слышал, говорит, он рядом со мной на кухне суп варит, все продукты у нас на столе какие есть. Мы до сегодняшний день очень богато живём. Григорий Михайлович, я вас от всей души поздравляю с 75-летним Великой Победы. Желаю здоровья, благополучия, всего самого хорошего, чтобы вы с Александрой Афанасьевной ещё долгие годы радовали нас. И вас, своих детей, нас, янаульцев, своей красивой улыбкой, хорошим отношением к жизни. Вы очень молодец пара, мы вами гордимся, благодарим и всегда всего хорошего желаю. Спасибо вам за все. А ровно в 23 часа на центральной площади прошёл праздничный салют. Полюбоваться красочным фейерверком смогли жители близлежащих улиц центральной части города. Параллельно залпы салюта прогремели и в северной части Янаула. Параллельно залпы салюта прогремели и в северной части Янаула. День победы, день победы, день победы. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Параллельно залпы салюта прогремели и в северной части Янаула. Временные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Днём порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днём плюс 17, плюс 22 градуса. 12 мая. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1944 году, завершилась крымская наступательная операция. В начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы обладать героически оборонявшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым всего за 35 дней. В результате крымской операции крупный вражеский плацдарм на Чёрном море перестал существовать. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждём коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Субтитры создавал DimaTorzok